потребитель, причем он тоже можно сделать и что мы здесь добавляем в банды? А после того, как мы продукцию произвели, нельзя, не надо терять заменьшую связь и заменьшую контроль над ней. Мы должны собирать информацию об эксплуатации через технологии интернет-вещей, через прочее, собирать и анализировать это как гип-дата. Здесь показано автоматическое формирование производства и маркетинговая отчетность. Ведь как здорово не просто сказать маркетинговое исследование и получить информацию просто в бумаге. Вступал, наверное, самим, регулярно, позвоня в парк в Белогенске, просто поучаствовать в некой пресекативной выборке. Многие сразу кладут в кубки, многие обманывают. Правильная информация будет являться сбор информации непосредственно от источника, момент эксплуатации. И эта информация, она является кладем. Вы будете знать, где и как продукт здесь эксплуатируется. Всегда ли она соответствует тем показателям качества, которые вы закладывали для разработки. и, соответственно, будет являться для вас автоматическая обратная связь для изменения вашего производственного процесса. Так, ну что, давайте тогда двигаться дальше. И мы предлагаем обсудить тему конфигураторов и сбыта. Игорь Анатольевич, вы здесь появились, я не рассчитывал, чтобы придать на тему явлению, а поделитесь, пожалуйста, опытом. Насколько, на ваш взгляд, разработка конфигураторов может способствовать увеличению сбыта на предприятии. Игорь Анатольевич, Святый Царь, пожалуйста. Коллеги Игорь Анатольевич, сейчас консультант по бизнесу, а правильно с Грием Фаридовичем вместе работали в фирме «Автоматика». В определенный момент времени вы были обычным системным иноператором и в определенный момент времени возникла идея, почему мы все время били. И вот мы системным иноператором недели «Сименс», вот так сейчас у нас до сих пор принято годится, недели крупных компаний, а нельзя развернуть эту систему наоборот, сделать так, чтобы у нас были дилеры и крупные компании у нас стали закупать продукты. Но там возникла проблема, возникла идея продукта, и возникла одна проблема. А теперь, если мы будем работать с крупными компаниями, то продавать должны не «Мэ», запускать не «Мэ», обслуживать не мог. И надо было сделать вот такую вот какую-то фишку, и мы эту фишку придумали, мы были у заказчика на презентации с Тагиром Фаритовичем в буфе, ехали обратно на машине, и возникла идея, а мы сделали так, чтобы вообще не надо было к нам обращаться, потому что на разработку, в нашем случае, это была сложная техника коммерческого предложения на несколько десятков страниц, и если посадить человека, то человек этот документ будет двоять неделю, а то и две. А если у нас рынок широкий, то сколько же людей должно быть, денег на содержание огромного штата категорически нет. И мы решили сделать конфигуратор, ну и буквально первую версию за две недели присвояли, и у нас сразу же прошел процесс, у нас мы заключили как раз крупную международную концерну вилла, и вилла у них десятки представительств, 27 филиалов в России, и у каждого представителя куча дилеров. И вот они все начали просто пользоваться этим программным обеспечением и в автоматическом режиме генерировать ТКП. Ну и процесс пошел, и мы, так скажем, из местечковой компании достаточно быстро ставили такой уже картон российского, даже СНДовского уровня, потому что мы продавали от Камчатки и до Сочи. Самый известный для вас проект это автоматизация всего подстабжения Олимпиады Сочи. Я это делаю, и он до сих пор работает. Но еще раз, проектировали НИМЭК, люди заходили в наш конфигуратор, то бесплатные, они вводили вопросы, вопросы вводили сугубо технологические, про автоматизацию это было системы автоматизации, они ничего не знали, они вводили сугубо технологические, отвечали на сугубо технологические вопросы, и дальше генерировалось ТКП от 12 до 60 стран. С полным описанием того, что надо, и наши некомпетентные партнеры могли разговариваться очень компетентными людьми, потому что там была такая пачка документов, плюс чертежи в формате РТКП. Ну вот мы этот продукт сделали, вместе в этой стопе с кабинами подъема очень стоят. Действительно вещь крутая, позволяет и при этом наша компания в конце концов в ней работало 20 человек всего. Четыре программиста, четыре программиста, пять производственников, два конструктора, то есть не бог весь, вообще небольшая компания, но мы вот стали вот просто во все там крутые проекты при помощи этих гидеров ходить по-другому не так. Илья Анатольевич, спасибо, пока не ходи, пожалуйста. У нас круглый слов такой информальный, поэтому любой вопрос, который есть, можно задавать, если есть Илья Анатольевич вопрос, сейчас задайте, пожалуйста. Ключевое, о чем я хотел сказать, что автоматизировать и цикрализировать для повышения производства можно любой этап вашей деятельности. Это не обязательно только производственные процессы. вопросы со сбытом, значит, можно цифровизировать, цифровать сбыт. И это колоссально, многократно повышает производство труда. Мы когда думали о том, в каком пути пойти разрабатывать интервью разработчику это посчитали, что воябленность была несколько десятков миллионов вариантов. Если мы конструктору посадили за работу конструкторской документации тайного варианта, у нас выходило несколько десятков ответ на то, чтобы эту документацию разработать. Мы пошли по пути цикрализации, создания скриптов, автоматизации процесса и фактически за месяцем получили автоматическое изменение производственной документации. Дальше было развитие маркетинговой части. Надо продать. Но когда стали уже продвигать систему, возникло следующий момент. А именно клиент на нашей тестировании все приняло, потом говорит, в вашей системе надо что-то поменять. Это не вопрос, поменяется. мы стали поменять можно? Сколько времени? Две недели? Я хочу эти системы тысячи. Если так будет каждый раз по две недели у меня просить время, то мы пошли дальше и создали в рамках контролеров стандартных свою микро операционную систему, которая можно было бы программное обеспечение, которое уже работает на объекте, запускает бизнес, конфигурирует, точно так же, как конфигурируется Windows. Вы запускаете Windows, там виза, и вы отвечаете на вопросы, никто не вызывает специалистов микрософт, чтобы настроить свой внутренний вкус сами, вот точно так же, только для промышленности. Это второй уровень. А третий уровень возник, естественно, через несколько месяцев обслуживания систем. Вот она в Петропавловске, Камчатском, ну что-то с ним не так. Вопрос. Лететь в Петропавловск, Камчатский за 120 тысяч рублей в одну сторону и какой-то бизнес будет. Соответственно, возник вопрос, а как дистанционно теперь исправить систему, перепрошить вот те контролеры, которые в Петропавловске и Камчатске. То есть, там вот несколько слоев и в результате у нас мы полностью отказались ну, для малого бизнеса, мы полностью отказались от продавцов. У нас не было продавцов, а продажи кумировали человек, которые фактически через него проходили... Перебиваю. О каком продукте идет речь? Система автоматизации водоснабжения водоотведения теплоснабжения. Вы так вы продавали, да? Почему? А вы? То есть, полностью комплексы? Полный комплекс без насосов. Вот компания Вилла, это насосная компания, она поставляла насосы. Насосы сами без себя не работают. Нужна система автоматики. Мы ее доукомплектовывали. Вот они доукомплектовывали наши системные автоматики и под своим брендом продавали. А вы конкретно создали площадку у себя, где мог клиент заходить, какие-то вопросы отвечать, и у него по сути дела выходило полностью проектное решение по то, что ему... Это узкая тема. По этой узкой теме, да. Ну да, там и конструктора нужны, там и комплектация этой системы. Можно? Я так понимаю, что-то типа экспертного сообщества, да, такая вот база знаний, вопросы-ответы, неожиданная ситуация. Экспертная программа, которая заложена определенная алгоритма, как составлять какие-то КП, чтобы потом можно было собрать. А с точки... Я извиняюсь, еще часть вопроса есть. А с точки зрения эксплуатации и создания систем сейчас много таких футуристических как бы вещей, там, я не знаю, очки дополненной реальности с тем, чтобы специалист там, в Петропавловске в Камчатке подошел к этой самонасосу, ему система показала, что... Мы чуть-чуть забежали вперед, на самом деле, по сценарию круглого стола мы должны каждый шажочек работы предприятия отдельно разобрать, но мы чуть-чуть со сбыта сразу перебежали на сервис, а у нас там на самом деле от сбыта пойдет производство, конструирование... Сейчас пока создание систем конструирования... Сейчас пока говорим об автоматизации сбыта, если в частный случай, в крайнем случае можно... еще вопрос продолжаем. Вопрос такой, получается, у вас формировалось ТКП на ту автоматику, которую вы предлагали, я так не могу считать, да? Не обязательно, потом появился Шнайдер, ВМБ там, была... И вот хотелось задать вопрос, то есть, если вы являетесь на тот момент в дилемме только в Симисе, по началу, правильно? Ну, можно сказать, включать, это два раза. А если вашим сайтом пользовались бы конкурентами, например, в Сухольском приложении, в Симисе, 60 страниц, в ВВП, и говорят, ребята, сделайте мне то же самое. Ну, вот это есть проблема, к сожалению, которую мы не смогли переплюнуть. Все крупные игроки, и я думал, что они начнут подхватывать нашу идею, но в свое время даже ездил на встречу к американскому архитологу Джеку Трауту, он так, я писал ему ситуацию, он макнул рукой, говорит, слушай, правильно, задача бесполезна, у тебя крупные компании ничего покупать не будут, они тебя будут давить, и они начали именно так давить. То есть, Симис стал говорить, а что это вы тут, Шнайдер, а Вилла стала говорить, а что это вы там, какой-то КСБ, мы хотим, чтобы это только для нас сделали, ну, и, в общем, проект закрылся. То есть, именно на это мы натолкнулись. что все-таки мы не управляли цепочкой сбыта до конца, и вот эта идея, что ты восходишь, они как открывают канал, так потом закрывают. Закрыли, все построили, свой завод под Москвой, и все. И это было, на самом деле, порядка 10 лет назад, и таких возможностей, как сейчас, маркетплейсов, с бытовых структурой на тот момент не было. В принципе, может быть, в нынешнем условии все сложилось по-другому, потому что сейчас тебе не обязательно иметь с бытового партнера для того, чтобы достучаться до конечника. Вот сейчас эти возможности есть. На тот момент нет документов. Уже там не получилось. коллеги, одна ремарка, они не использовали систему искусственного интеллекта, понимаете, совершенно. Это простое решение. Если бы туда подключить все искусственный интеллект, вы представляете, какого масштаба решения можно сделать вообще? Это просто экспертная система, и все. Больше ничего. чуть попозже тоже. Это такая подчасти сбыта. Примент мы приведем для того, чтобы как с помощью программного продукта десятки, сотни, миллионов раз повысить производительность сбыта. Фактически расходы на сбыт у нас стали делевыми. Один человек продавал на 4 миллиона долларов. Один человек в будущем. У кого есть цифры, планы ваших менеджеров по продажам? Сколько в год? 4 миллиона кто-нибудь делает в год? Даже для Сименса и КСБ у них миллион-полтора человек. Ну и продукт сам для себя очень сложный, чтобы его продавать тоже должен быть. Нет же определенной базы оборудования. Еще раз, это все больше пример, как оцифровать цифровизовать сбытовую деятельность. Давайте это делать. Вот пример яркий, как это сделано и к чему-то революменту. Мы чуть-чуть дальше попробуем пройти. А именно те же самые рынки сбыта. Мы говорим о том, что конфигураторы и marketplace открывают нам в дальнейшем. Насколько готовы поделиться информацией о скорой технологии как об экспортере. На самом деле всех призывают государственные органы экспортируют. Я не государственные органы, мне самому интересны экспортируют, потому что с иностранными компаниями более прозрачные правила. И с ним ни о чем не надо договариваться. Есть предоплата. Очень много, на самом деле, существенных положительных факторов и отношения с многими иностранными компаниями складываются по принципу партнерствам равными. Если мы говорим по России, конечно, крупный и малый бизнес, это однозначно разные категории и крупный бизнес ведет себя с позиции сильного. Будешь делать так, как я сказал, и все. В нашем, по крайней мере, из моего опыта на действия с иностранными компаниями в основном партнерское отношение. Я буду представлять один из продуктов чуть дальше по автоматизации производственной деятельности. Это наш совместный с иностранными компаниями и с иностранными компаниями продукт. Поэтому я всех однозначно призываю рассматривать возможность выхода на зарубежные рынки. А чтобы немножко такую марковку повесить, хотел бы представить Дмитрия Кружника Дмитрий должность с вами стать у вас сам и расскажи насколько компания пришла к экспорту и насколько сейчас экспорт в вашем сбыте превышает сбыть в России. Можно я? Да, насколько прямо влагаю. Тут главное как рецепт. Готов много рассказать, главное не полотно лишь. На самом деле мы занимаемся разработкой программного обеспечения для автоматизации технологической подготовки планирования производства. то есть это три направления у нас есть автоматизация подготовки управляющих программ для снегов с ЧПУ и роботов, автоматизация технологической подготовки производства, проектирования и нормирования техпроцессов и автоматизация планирования производства. И первым продуктом, который у нас появился еще в ДОС, кто-то еще может быть помнит такое слово ДОС это ARM технолога ЧПУ, то есть там можно было задать контур, получить текст управляющей программы для станков ЧПУ, на тот момент фрезерных и помните был такой пахальный период, 2000-й год и там у всех бухгалтеров менялись какие-то даты, какие-то платы нужно было оставлять и в этот момент все переходили с ДОСа на Windows. Мы сделали этот трудный шаг, перевели камп-систему на Windows и оказались одними из немногих камп-систем, которые умеют это делать на платформе Windows 3.1. Как бы тем самым повысили свою конкурентность, что ли, а кто помнит в те годы в России как бы творилась скажем так покупка лицензионного программного обеспечения явно было не первым вопросом, который волновал как предприятие, так и для граждан. И грубо говоря, мы поняли, что ловить, что называется, тут особо нечего. И предложили нашим на тот момент, как сформировался такой тандем итальянской компании и мы. Мы делали для них несколько супорядных работ, какие-то расчеты и они давайте мы вас выведем на зарубежный рынок. как-то так завертелось. Сначала итальянский партнер появился в офисе в Италии, потом заинтересовались американцы, испанцы, но испанцы чуть позже провели. И появился такой пул дилеров, которым интересно было наше решение, которые проанализировали и наш интерфейс, внешний вид программы был настолько понятен, что каждый параметр был снабжен рисунком. Кто помнит, много дурацких окон, чего-то отвечает, не получалось. И на этом фоне мы выглядели привлекательно. Как бы требования к знаниям, к обучению персонала они резко снижались. И получилось так, соотношение функционал-качество заезжено, конечно, правда. Но они посмотрели, сказали, что все, мы с вами готовы работать. Они, конечно, с одной стороны немножко придавливают какими-то условиями, но если на этапе переговоров все это договоришься, то дальше они соблюдают никаких там, кто-то может быть работает с какими-то крупными заводами постоплата через 90 дней. Такого нет. Нормальные условия, что все там. Где интереснее работать? Ну, скажем, если раньше это было 10 на 90, то есть 10% у нас, 90 это там. Сейчас мы подошли где-то 60 на 40. 60% на 60% на 40% на 40% 40%. Отлично. Який пример, просто как поставить СГЦ и четко планы выстроить, можно достичь. Проходит на зарубежном времени? На самом деле выгодно. Выгодно. Тут как бы конечно у каждой страны есть своя специфика какая-то, но зарубеж он по объему все-таки больше, Россия странная СГЮ. Почему я этот вопрос здесь поднимаю на кругом столе? Не только айтишники здесь есть, понятные дела. Просто на примере эти компании хочу сказать, расширение рынка сбыта это наша общая задача. На примере айти я могу сказать, что рынки открыты. Хотите работать зарубежом? Работайте. И это здорово. Это на самом деле как бы материальный какой-то продукт достаточно сложно конкурировать, потому что у нас еще экспортные битвы и пошлины измельяя. Ну и не все вот наш завод холодильников есть и партнеры с той стороны они активны где-то налаживают связи с нашим промышленным. Это мое мнение. Владелец самбизнеса предприниматель просто ази что рынки сбыта спосменно захватывают новые следующие элементы цивилизации. И давайте к сожалению озвение смогут и мне самому интересно говорить по сути. Вопрос один можно? Да, конечно. Такой простенький вопрос сейчас популярна так называемая господдержка люди которые выйти на запад хотят они все время требуют такой господдержки. Просьба была ли вообще государственная поддержка я понимаю экспортные пошлины наоборот заградительные наоборот вредят из истории 1С расскажу они свое время для того чтобы экспортировать на запад 1С 1.